На пути формирования счастья у человека происходит первое – материальный рост. То есть если вы только начинаете заниматься эзотерикой, то на первое место необходимо ставить материальное развитие для увеличения материального благополучия. В большинстве своем люди совершают ошибку. Они начинают развивать ясновидение, они начинают развивать что-либо еще, какие-то качества и хватаются за все сразу. Но дело в том, что те люди, которые начинают развивать паранормальные способности, они должны быть теми людьми, которым дадут ясновидение или дадут возможность просматривать будущее только в том случае, если высшим силам это необходимо. А им это необходимо только в том случае, если человек не будет на этом зарабатывать. То есть ему будет все равно. Кто хорошо снимает информацию? Снимают информацию хорошо только те люди, которые не заинтересованы на материальном благополучии. Я часто замечал в своей жизни, допустим, какие-то любовницы, девочки, которые с какими-то депутатами живут, которые по 20 лет нигде не работают, они великолепно снимают информацию. Они содержанки или они чьи-то жены и так далее. Почему? У них нет материальных задач, они запросто могут снимать информацию. Дело в том, что это такая особенная духовность, и она происходит путем отрицания, отрицания материального, то есть это не беспокоит. Человек не думает о деньгах, человек не думает о здоровье, он просто живет. Тогда он может снимать информацию. Таким образом, допустим, человек говорит, я хочу развить у себя ясновидение. Нет, идите правильным путем. Развивайте сначала все таким образом, чтобы у вас увеличилось материальное благополучие. Когда можно сказать хватит? Можно сказать хватит в тот момент, когда вы не будете задумываться, в тот момент, когда вы что-то покупаете или что-то не покупаете. То есть как живут обычные люди? Они задумываются перед тем, как покупать, нужно им это или не нужно. Потом, когда человек плавно начинает становиться на ноги и больше зарабатывает, он начинает покупать и не думает, сколько он потратил. Когда человек много зарабатывает, то он покупает или нет, не задумывается. То есть для него покупка является естественным, таким же моментом в жизни, как, допустим, дышать или спать. То есть он не обращает внимания на финансы. Таким образом, я могу сказать вам, если вы начинаете развиваться в эзотерике и едва сводите концы с концами, первое, на что необходимо обратить внимание, начните обращать внимание на то, насколько обращайте внимание на эзотерические семинары, которые посвящены материальному благополучию. Это всевозможные СНГЯ по привлечению денег, это всевозможные мантры денег, это саншайн-кокон денег, это шумы денег, это семинары, которые посвящены материальному благополучию. Используйте данные техники, увеличивайте свой бизнес, работайте над этим. Один-два года могут привести вас, один-два года интенсивной работы над этим, в дальнейшем может развернуть вашу судьбу таким образом, чтобы вас это больше не беспокоило. То есть вы будете материально обеспечены. Просто сосредоточьтесь на этом.